Я как полный придурок скакал вокруг стола. Настолько радости мне принесла эта победа. Видит Бог, я не желал ничего плохого Реки Хаттона. Говорят, что хороший парень. Но, тем не менее, что-то осталось. Осадок такой тяжелый остался после боя с Дюк. И тем радостнее было видеть победу Вячеслава Сенченко. Особенно после того, что после самого неудачного боя Вячеслава, когда он проиграл полу Малиньяджи, бой был, по моему глубокому убеждению, Вячеслав мог выиграть. Но что-то там не сложилось. Не знаю, там, может быть... Откровенно говоря, переигрывал Малиньяджи где-то на скорости, на маневренности. Ну, не встречался он с такого рода людьми до тех пор. Малиньяджи все-таки совершенно уникальный товарищ по своим данным, по своему стилю. И я уверен, кстати, что матч-реванш Тюкзи Сенченко бы выиграл. Потому что у Малиньяджи не было бы для него никаких сюрпризов. Он был бы ему уже понятен. А тут он еще сечка эта, весь рисунок боя изменила. Ну, в общем... Ну, это мы говорим о прошлом, а сейчас нам предстоит увидеть 10-раундовый рейтинговый поединок. Вячеслав Сенченко, Карлос Херрес. Чем же интересен этот аргентинский боксер? В общем-то, да, не так уж много информации о нем, но из просмотренных несколько поединков можно отметить, что в 2008 году он боксировал с самим Саулем Альваресом, который вот буквально совсем скоро встретится с легендой современного бокса Флойдом Майвезером. Боюсь, плохо для него эта встреча закончится. Но, тем не менее, Сауль Альварес сейчас очень популярный боец во всем мире. И вот этот аргентинский матч, скажем так, проводил поединок и проиграл Саулю Альваресу 10 раундов по очкам. Ну, он вообще, если проигрывал, то обычно по очкам. Видишь, у него 15 поражений, из них только 2 нокаутом. Да и то я сильно подозреваю, что техническим. Ну, такой крепкий боец. Но еще я нашла такую вот, в общем-то, просматривая статистику поединков аргентинца, надо отметить, что Херес является единственным боксером, который проиграл решением судей Лукасу Матису. Лукас Матис, который на сегодняшний день является ярким боксером, чьи поединки, если я не ошибаюсь, уже транслируют HBO. Да, да, да. И он очень любим публикой, так вот как-то привязал к себе зрителей своей вот манерой бескомпромиссной ведения боя. Вот, и, конечно, то, что Херес провел с ним бой всю дистанцию, конечно, обо многом говорит. Вот, и он, видите, он сейчас вот, кстати, достал, так, хоть и на излете, достал Вячеслава таким ударом справа. Вот. Ну, и также надо отметить, что те, кто внимательно следит за поединками украинских боксеров-профессионалов, этого аргентинца мы могли уже с вами видеть в поединке против Максима Бурсака, как это ни странно, в весовой категории 72 килограмма. Это еще особенность этого аргентинского бойца, который, в общем-то, прыгает из одного веса в другое, да. И Макс Бурсак провел с ним все 12 раундов. Ну, победил-то в одну калитку, Макс, но я видел бой. Не все это тот случай, когда все было не так просто, как выглядит по результату. Хотя результат справедливый и счет верный, но он там довольно достойно держался. Ну, и, конечно, это не его вес. Он для этого вес, вот посмотрите на Синченко и на аргентинца. А это предыдущая категория. Ну, немножко такой суматошный, но тем очень неудобный боец. С ним крайне неприятно. Первый раунд позади, но вот в одном из своих последних интервью перед этим поединком Вячеслав отметил, что он не расценивает этого соперника как... И вообще этот бой, как какой-то проходной, он на 200% выкладывался при подготовке к этому бою. И отмечает, что этот бой для него будет серьезный. И соперник далеко не подарок. Легкой прогулки от него ожидать не стоит. Ну, тут еще вот нам хорошо показали эпизоды, в которых как раз лучше был Херрис. И правильно сделали. То есть, дело в том, что сами мы могли не обратить на них внимания, потому что их было не так много. Мы обратили, правда, с Алиной. Вот, но неприятный соперник на самом деле. И как-то то, что он такой не совсем стандартный по манере ведения боя, по технике, или, может быть, даже по отсутствию Иона и в каких-то деталях, да? Это, как ни странно, делает его, так сказать, более тяжелым соперником. Что я сейчас могу сказать, что он хорошо чувствует дистанцию. Он как-то вот много раз было, когда Семченко чуть-чуть недоставал. Очень подвижный, легкий, быстрый. Ну, может быть, ударная техника оставляет желать лучшего. Ну, вот он корявый парень, да? С корявыми всегда работать очень трудно. Если корявый не заканчивает где-то на уровне второго разряда, да, то он обычно уже растет хорошо. Значит, он сумел быть неудобным для людей опытных. Ну, Вячеславу Сенченко в случае победы над этим аргентинским неуступчивым бойцом предстоит уже намечен следующий поединок, который пройдет в Великобритании 26 октября. Где он встретится в ринге с непобедимым Келлом Броком? Да, и Келл Брок – это соперник, конечно, не приведи Господь, на самом деле. Так получилось, что в России я несколько боев комментировал. Очень высокого мнения о Келе Броке, о его перспективах. И, в общем, от всей души желаю удачи Вячеславу Сенченко. Я думаю, что после такой ярчайшей победы над Рикки Хаттеном Вячеслав Сенченко стал очень популярным в Великобритании. Да, потому-то его, так сказать, и организовали этот бой. Потому что он очень популярен в Великобритании. Вот. А учитывая, что в Великобритании, конечно, все джентльмены, ну, кроме судей, вот, совершенно точно. Вот. Я понимаю, насколько Вячеславу будет там тяжело. Не будем лукавить. Мы понимаем, что, в общем, этот бой, конечно, Сенченко должен выиграть. Вот. Но, знаете, я скажу, что это хорошая такая разминка боем перед поединком с Келлом Броком. Потому что, как вы видите, вот по последней минуте этого раунда Герри с лечением отдаст просто так. И, в общем, полон желания сорвать бой Сенченко с Келлом Броком, о котором я, по-моему, ничего не знаю. Но, тем не менее. Четырехкратный интернациональный чемпион по версии «Дайбев». Пятикратный чемпион Европы по версии «Инию» в «Нью-Йоркенг-экстерном». Четырехкратный интерконтилентальный чемпион по версии «Дабл-ю-Би». Четырехкратный чемпион мира по версии «Всемирной боксерской ассоциации». Родился в Кременчуге. Живет и тренируется в Донецке. На профессиональном ринге провел 33 боя. Выиграл 32, причем 22 нокаутов. Напоминаю, что следующий бой Вячеслав Сенченко проведет 26 октября на Моторпоинт-арене в Шеффилде. Его соперником будет пока еще непобедимый британец Келл Брок. Ну что ж, от нашего ринг-анонсера вы услышали, какими титулами владел за свою спортивную карьеру Вячеслав Сенченко. И еще раз о том поединке, который ему предстоит в случае выигрыша у Карлоса Херса. Ну а я пока могу только сказать, что Херес как-то умудряется минимизировать урон от ударов. А вы видели, как он сейчас неожиданно, резко контратаковал? Из абсолютно, казалось бы, неудобного положения. Неудобного положения, да. Меньше всего, так сказать, можно было этого ожидать. И повторил атаку. Да, но он еще вот, когда бьет Сенченко, он минимизирует урон от, так сказать, от его ударов. Он как-то голову уводит. Ну и он всегда готов перейти в контратаку, что, конечно, делает его крайне неудобным. И, как мы уже видели, выполняет это из любого положения. В том числе и из самого странного. Действительно, своими защитными действиями старается свести к тому, чтобы удары приходились вскользь. Если ему не удается просто уйти от ударов, он опускает немножко так корпус. И удары, много ударов Сенченко, которые, казалось бы, вот должны долететь точно до цели, но буквально на несколько сантиметров Херес убирает голову, и удары приходятся вскользь. Да, очень так все серьезно. Ну, достойно дерется, так сказать. При том, что... Не, ну, послушай, с таким опытом 56 поединков, причем проходил таких соперников, выдерживал, скажем так, таких соперников. Тем не менее, может, когда он начал вот первый раунд, да, как-то вот так мельтешил, казалось, что... А теперь ты видишь, видишь, он вот сейчас вот чуть не попал справа, да навстречу. А если бы чуть ниже взял... Ну, Сенченко видел, он там нырнул, но очень все так тонко. И то, что он ни секунды не стоит на месте, а голову-то уж точно не держит. И корпуса, по-моему, очень хорошо работает, да. Голову, я имею в виду, не держит. Вот так вот, как мишень перед лицом у Сенченко. Прицельно себя ударить не дает. Так, так, так. Ну, конечно, Сенченко сейчас выигрывает и с большим отрывом, но вот я смотрю, что плотный, вот он и попадает вроде, Вячеслав, да, а как-то удар хоть чуть-чуть, но соскальзывает, хоть чуть-чуть, но рикошетит от головы. Но это все заслуга аргентинца. Да, это заслуга аргентинца. Это не само собой происходит. Сегодня на нашем турнире присутствует почетный гость. Президент футбольного клуба «Шахтер» Ренат Леонидович Ахметов. Повтор хороший, да, вот видно, как здесь Сенченко. Да, вот тоже удается быть таким скользким, да, неуязвимым. Да, ему всегда удавалось. Ну, хорошо, хорошо, он работает, конечно, вот, и ныряет под удар. Он прекрасно. Ну, тут нашла... И нырочки очень профессиональные, нам такой узкой амплитуде, на маленькой амплитуде, да? Да, 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 минимально, так сказать, минимально. Лишних сил тут не тратят. То, как, да, как на виски уходят от ударов, которые и так идут мимо, да? Ну, да. Смотри, сейчас вот попался справа, сейчас два раза подряд попал. Очень активизировался, посмотри. Да, да, да. Аргентинец, вот неумышленное столкновение головами. Произошло. Да, тут я чувствую, что Славе придется гоняться всю дистанцию за ним. Вот, может быть... Много сил на самом деле уходит. Очень много, очень много. И завалить такую крайне сложную, даже на время. Не говорил уж, что получилось. Ах, хорошо сейчас попал джебом. Влево, да. И поймал на движении вперед. Даже какой-то уловил темпоритм. Да, 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 да. Опа, замечательно. Закончил справа. Да. Замечательно. Четкий, хороший, хлесткий. Хотя, ты заметь, часто Вячеслав действительно рискует. Да, да, а ничего не остается. Готов, готов рисковать в таких обменах ударами. Не, ну ему, во-первых, приходится работать первым номером. Ну и не забывай, что он хозяин ринга. Да, да, да. Он хочет ярко провести этот бой, чтобы никто не посмел даже упрекнуть его в том, что... Тем более, да, тем более, что такие победы, как над Хаттеном, они обязывают, да. После этого болельщики начинают ждать от тебя чего-то подобного. Ну и такие победы. Красавец, молодец. Как же поймал, а? Как же поймал. И неожиданно. Посмотри. Левым боковым, правым ударил по площади. Все, бой закончили. Ах, красавец. Да, да, да. Мы только языки размят с Алиной. А мы только говорили о том, что очень мало поединков, в которых аргентинец проигрывал досрочно. Я совершенно первый раз сегодня ошибся, сказал, что... Я рад, что я ошибся. Я сказал, что мне кажется, что Вячеславу придется всю дистанцию. Ты посмотри, вот я еще раз смотрю на статистику. Это третий поединок из 56 у аргентинца, который закончился для него на стиле ринга досрочно. Да, в общем, один был в дисквалификации, второй был очень давно, в 2003 году. Ну вот этот вот... Слушай, ну в великолепной форме находится Вячеслав Сенченко. Да, да, да. И он, конечно, поймал, бесподобно поймал. Он кураж, кураж, наверное, после победы над Хаттеном. Да, и он... Новая волна какая. И поймал момент. То есть это не был шальной удар. Он четко увидел момент, когда можно было очень крепко приложить. И приложил по бороде так точно все, как положено. Там никаких шансов у Херриса не было. Ни малейших. Надеюсь, сейчас наш режиссер покажет несколько раз повторы. Да, эпизод того, что... Этого яркого эпизода. Как обескуражен Херрис. Даже жалко его, потому что, конечно, так внезапно все закончилось. Ну, вот я сказал, что после таких побед, как над Хаттеном, от боксера ждут продолжения чудес. Вот и продолжил. Чудеса продолжаются. Продолжаются, да. Вот как раз на повторе можно посмотреть. Да, ну там не видел удара. Удар, смотри, через руку. Ушел от права. Справа и... И получил слева, так сказать. Очень хорошо. Хотя мне кажется, что вот этот справа все-таки где-то чуть-чуть тоже... Размел, подготовил, подготовил, подготовил. Не буду спорить. Подготовил. Да, достал. Достал по бороду. Вот. Прекрасно. На 20 секунде третьей минуты четвертого раунда победу техническим нокаутом одержал Вячеслав Сенченко. Вячеслав Сенченко проведет 26 октября на Моторпойнт-арене в Шеффилде. Его соперником будет британец Келл Брук. Уважаемые господа, позвольте мне представить одного из почетных гостей. Донецкий городской голова Александр Алексеевич Лукьянченко. Позвольте мне выразить искреннюю признательность компании Union Boxing Promotion и стадиону Донбасс-Арена за предоставленный праздник бокса. А также всем, кто принимал активное участие в организации этого турнира. Организатор турнира компания Union Boxing Promotion.